Добрый вечер. Добрый вечер. Я смотрю, что у нас остается все меньше, но зато самые стойкие. Мы, как всегда, с вами с молитвой в сердце, мы продолжаем с вами очень сложную тему передачи традиций с поколения в поколение, практически от горы Синай до наших дней. И, как вы понимаете, с вами мы не занимаемся просто историческими фактами, а пытаемся представить проблематику, которая касается не только прошлого, но и наших дней. Сегодня мы постараемся поговорить об эпохе Гаонов и также затронуть определенные проблемы, связанные с ней. Но, может быть, прежде сделать небольшой шаг назад, шаг к камараям. А, может быть, мы что с вами можем сделать для разминки? Вот перед нами изображение, почему-то он не дает больше увеличения, которое называется Баки. Баки – это один из типов людей, изучающих гемару, который больше специализируется на запоминании, который помнит, что и где записано. Это скульптура, не больше, не меньше, как скульптура Антокольского, который был человеком, в общем-то, религиозным, соблюдающим. И вот он изобразил свой портрет, изобразил себя во время Йом-Кипура. И Баки, тот, кто специализируется на запоминании, в противовес ему, как бы другой образ – это Хариф, человек острый, острого ума, аналитик. Иногда эти два качества сочетаются, но вы видите, что часто они разнесены по разным людям, и на это обратил внимание Антокольский. Если мы вернемся к нашей истории о Амараев, то мы можем вспомнить с вами Рафа Юсефа и Раба. Сейчас мы что с вами делаем? Открываем таблицу и попадаем с вами тут же в Амараев Бабеля. И ученики Рафа Юсефа – это Рафа Юсефа и Раба. И когда решался вопрос о том, кто займет место Рафа Юды, когда Рафа Юда ушел из жизни, кто-то должен был занять место руководителя в Ешибе Пумбадиты, то говорили, кто предпочтительнее – Синай или тот, кто разбивает горы. Рафа Юсефа называли Синай. То есть он помнил всю традицию, все высказывания, помнил очень хорошо наизусть. Раба Барнахмани отличался больше тем, что он был человек острого ума и умел разбивать горы, раздравлять горы, найти возражения даже на самые веские аргументы. И если мы можем себе представить с вами еще так же, вот это современное, так сказать, соотношение с Гемарой. Это художник, который живет в Киеве сегодня, Герман Гольд, их довольно известный художник. Он рисует на еврейские темы, и здесь он представил талмудический спор. Что раньше – курица или яйцо? Мы видим еврея, который зажал курицу, мы видим еврея, который держит в руках яйцо. Честно говоря, не помню, есть ли такой спор в Талмуде, но как образ, как отображение очень, очень, я бы сказал, очень хорошо, очень четко. Теперь, после такого небольшого введения, мы с вами вернемся немножко назад в эпоху Амараев с целью все-таки сделать не только два шага назад, но и шаг вперед. Вот, хотел обратить внимание на двух мудрецов, Абай и Раба, которые представляют собой, можем с вами посчитать правило, раз, два, три, четыре, относятся к четвертому поколению Амараев в Бавиле, Абай и Раба, и часто называют Талмуд, Хавайот, Абай и Раба, потому что Талмуд заполнен рассуждениями, спорами. Абай как раз отличался огромной остротой ума Раба, знаниями тоже нельзя ему отказать в остроте ума, но в основном сохранение традиции. Абай был из Бумбадиты, Раба был из Махоза, да, и мы с вами говорим где-то о трехсотом годе этой эры. Почему мы вернулись к ним, почему захотелось вернуться к ним? Потому что, начиная с них, действует интересное правило – «Алаха ке батраи». «Галаха» идет по последним. Интересно, когда мы находились в эпохе Танаев, никому не приходило в голову сказать, что, скажем, чем человек позже, тем он более знающий. Когда мы находились с вами в начале эпохи Амараев, тоже никому не приходило в голову сказать, что надо смотреть исключительно по времени. Кто позже, тот и лучше знает. Это восстановление, это правило, которое неукоснительно действует в Талмуде, начиная с эпохи Абайей и Раба, оно связано с тем, что Абайей и Раба, они систематизировали заново все высказывания мудрецов. То есть до них такую системную работу никто не провел. И люди отличались, мудрецы отличались тем, что они следовали той или иной школе, они приводили, могли помнить высказывания и этой школы, и этой школы. Но системная работа, анализ, сравнение, периодизация высказываний мудрецов – это Абайей и Раба. И поэтому, когда мы встречаем Гемали Рафаши, который фактически считается редактором Гемары, и мы где-то говорим с вами о 400-м годе этой эры, то мы говорим о… что Галаха как Рафаши, Галаха как Рафаши. И здесь мы выйдем с вами, я пометил в завершение Талмуда, Бабли, 517 год. И мы сейчас вернемся к этому, я хотел с вами пойти, в общем-то, по такой событийной схеме, исторической схеме. Но прежде всего хотел напомнить вам периодизацию истории, общей истории. И до 476 года, до падения Рима, считается период Древнего мира. После падения мира, 476 год, начинается начало Средних веков, до 1492 года, до открытия Нового Света, а для нас в еврейской истории, до изгнания из Испании, продолжаются Средние века. И для всего мира открытие Америки это принципиальные события, начинающие и Новый Свет, это новое время. А для нас и знания из Испании, это также начало нового времени, начало движения в сторону земли Израиля, совершенно конкретного, и зарождения мечты, и начало освоения земли, и несколько попыток создать независимое еврейское государство в земле Израиля. И начало эпохи Возрождения. До 1789 года, до Французской революции, эпоха Возрождения. Потом новое время, начало нового времени. И вот новое время, можно сказать, по-разному относится к этому, можно сказать, что оно продолжается до начала 20 века, да, вот новое время, а с начала 20 века, начало новейшего времени. Я думаю, что такая сетка, как бы простая, она нам поможет ориентироваться, да, до падения Рима, до открытия Америки, до Французской революции, до начала 20 века, да, А теперь мы с вами откроем таблицу, которая более, которая более, скажем, соотносится с нашей историей, и попытаемся продвинуться, попытаемся продвинуться по ней, да. Мы с вами можем представить себе, да, что в 3010 году христианство становится государственной религией Римской империи. В это время Константин, Константин I, который правит, да, он переносит, он принимает христианство в 3010 году, в 3024 году он начинает править, переносит столицу в Константинополь, и для земли Израиля начинается византийский период, который связан с многими преследованиями, с преследованиями попыткой христиан, попыткой христиан вытеснить сыновей Израиля из земли Израиля. Если, скажем, Константин относился терпимо к евреям, да, его мать Елена посетила Израиль и отметила, как она утверждает святые места, и с этого началось паломничество христиан, массовое постещение христиан святой земли, вот, то, скажем, да, дальше Константин II, который правил с 361 года, он вел жесточайшие преследования евреев, настолько сильные, что в 351 году, то есть в 351 году, еще, скажем, когда он не ступил на престол, но получил власть и получил большое влияние, было восстание в городе Цепоре, которое известно как восстание Галуса. задача Бизантии, задача Константина II, была вытеснить евреев из святой земли, по его пошел пути следующий император, Тодеус, который в его законе против евреев столь экономически, скажем, в кавычках, можно сказать, столь эффективный, что еврейское население осталось в основном только в Галилее, очень малое в Иуде, а юг страны совершенно опустел. В 409 году при правлении Тодеуса, еще, насколько мне помнится, Палестина была разделена на Палестина Прима и Палестина Секунда, это была мера, как бы византийская, для того, чтобы прекратить действие Сен-Ядрина, как раз разбить, скажем, религиозное единство тех евреев, которые еще, которые еще оставались в земле Израиля. И надо сказать, что это удалось, потому что с 409 года Сен-Ядрин в земле Израиля, в общем-то, прекратил, прекратил свое действие. Оставались школы, бейт-медраши, но Сен-Ядрина, как такового, уже не было. И центр изучения уже совершенно конкретно, он смещается в Персию, в Вавилон, в Персию. И надо сказать, что мудрецы Бавеля до этого времени, они признавали авторитет мудрецов Израиля, в общем-то, как бы, если так можно сказать, по большому счету, считали их, если не главными, то очень значительными. И такой мудрец, скажем, как Ула в период Рабио Ханана, такой мудрец, как Ула, он совершал такие челночные рейсы туда и обратно, для того, чтобы узнать мнение мудрецов в Израиле. И без этого как бы не принимались очень серьезные решения. Мы это видим и в трактате Брахот. Мудрецы в Бавеле говорили, что называли Быма-Рава, тех, кто находится в Израиле, называли их западными, по отношению к ним они находились на западе. или говорили Раббанана там, мудрецы, которые находятся там, в Израиле, обязательно читали, обязательно для себя узнать их мнение по серьезным вопросам. Но вот, начиная с Византийского периода, Тора в земле Израиля, она начинает приходить в упадок, как системное изучение как существование центров, способных влиять на весь народ. И это разделение, и за разделение Палестины. В Бавеле также не все благополучно. 438-457 год это правление Издегарда Второго, который поставил своей целью сделать одну веру во всем персидском царстве. Он запретил чтение Шма Израиль, поскольку это распространилось и на евреев, распространилось гонение, на меньшинство, на тех, кто соблюдал другие религии, кроме зороатризма, который официально утвердился в Персии. И Шма Израиль было запрещено читать, поскольку утверждается единство Бога, а зороатризм говорит о борьбе сил, о двух началах и так далее. Заблюдение Субботы были никогда запрещалось зажигать огонь, потому что поклонялись огню и огонь зажигали только в храмах и для евреев настало трудное время. Как мы можем себе легко представить обсуждение вопроса того, что нужно оставаться в Бавиле и как говорил Рав Яудай нельзя переходить из Бавиле даже в Израиль в землю Израиля эти вопросы в этом поколении уже не поднимаются по понятной причине. В этом поколении в середине пятого века поднимается совсем другой вопрос. Вопрос, который нам известен как Дина де Малхута Дина закон государства является обязательным для сыновей Израиля. Но только в том случае, если эти законы не направлены специально против еврейской религии или еврейского населения. То есть мы видим, что каждая эпоха выдвигает свои проблемы и вносит свои коррекции. Зачем говорить о запрете уходить из Бавиля в другие страны и даже в землю Израиля, когда понятно, что наступила эпоха преследований. Требуется выяснить совершенно другой вопрос. А каково наше соотношение с властями? До каких пор мы обязаны подчиняться властям? И понятно, что если ты живешь в государстве, ты должен подчиняться государственным законам. Это вроде бы как и с точки зрения Торы, потому что ты не должен противоречить властям. И с точки зрения сохранения жизни, потому что нарушать государственные законы очень опасно. Например, скажем, опечатать фальшивые монеты. Это можно было навлечь в виду не только на себя, но и на всю общину. И многие такие моменты. Мы понимаем, это решение очень хорошо понимаем. Если правительство постановило, царь из Дегар постановил, что запрещается соблюдать субботу, запрещается зажигать огонь, и ты не можешь зажечь субботние свечи, то это нас не обязывает. Но все остальные законы, направленные на поддержание порядка в стране и выплаты даний, они оказываются обязательными для нас. Мы с вами посмотрим, что в районе 450-го года из Дегара 2-й это как раз приходится на Раф-Аши, приходится на время правления Марзутра, тогда, когда Вавилонский Талмуд движется к своему завершению. Я напоминаю вам, что работа в Вавилоне, она строилась вокруг двух еши, вокруг Пумбадиты и Суры, и потом уже во время Рава в Махозе. Мы сейчас не будем разбирать все эти ходы и переходы. Сначала была на Ардея, которая была потом разрушена, но это как бы не так важно. Важно то, что еще Раф, напоминаю, Раф и Шмуэль, Раф установил правило, что к нему в Суру приходили два, кроме того, что там была ешива, я напоминаю, на 1200 человек примерно у Рафа, к нему приходили в Илули и Вадари два месяца в году, собирались мудрецы, все, можно сказать, все мудрецы из Бабеля на то, что называется Кала, общее собрание, для того, чтобы обсудить все серьезные вопросы, которые касаются Галахи. Его как бы систему продолжали и его ученики, и Раф Иуда собирал людей, собирал мудрецов, Кроме того, что он был главой Ишивы в Памбадите и Абая и Рафа особенно Рафа в Махозе он собирал мудрецов в Илули и Вадари, как это установил еще Раф, для того, чтобы обсуждать законы Торы, когда самое элементарное соблюдение заповедей, как Шма, Исраэль и Суббота попали под запрет, понятно, что уже стало очень трудно заниматься такой работой, работой, которая охватывает в общем-то все знания, касающиеся нашей традиции, и Талмунд движется к своему завершению, скажем, из-за гардива политика и дальше продолжение ее они привели к восстанию Марзутра, главы изгнания, как я напоминаю вам, и образовалось в Махозе, образовалось еврейское государство, но очень ненадолго. Марзутра был казнен впоследствии, его распяли на мосту в Махозе, и начинаются тяжелые времена, в общем-то Талмуд, как таковой период Талмуда закончился. Как мы с вами уже сказали, Рафаши начал редакцию Талмуда, она продолжалась, и ее продолжал его ученик Равина, и в конце концов были созданы свитки, и Талмуд так или иначе получил определенный статус, поскольку эта работа велась всеми мудрецами, или можно оговориться, почти всеми мудрецами, которые были в еврейском народе, как в Бавиле, так и в Иерусалиме, между Иерусалимом, участками земли Израиля, в Твери, и между ними существовала связь, то возник такой труд, который обязывает в общем-то любого еврея, потому любой еврей, он не любой еврей, он не может сказать, что мудрецы ошиблись. Вот такое-то мнение в Талмуде записанное, оно неверно, вот такое-то мнение, оно не совпадает с традицией. Можно сказать, что это мнение, оно можно сказать, что это мнение непонятно. Можно сказать, что сведения о медицине и науке иногда, хотя наши мудрецы, в общем-то, если есть медицина в Талмуде и Рамбам и Манит давно уже постановил, что медицинские методы, скажем, методы лечения, которые упоминаются в Талмуде, они никого не обязывают совершенно, потому что они не относятся непосредственно как традиции, эти те знания, которые были на тот момент, некоторые из них, они, скажем, ошибочные, как, например, пускание крови, которое было очень распространено, и мудрецы прибегали к нему, сегодня известно, что, или не сегодня, уже много-много веков назад известно, что оно не помогает, это все, как бы, грубо говоря, мелочи жизни, научные сведения, научные сведения, в Талмуде гораздо, как бы, аккуратнее устоит дело, мудрецы никогда не заявляют, земля плоская или круглая, они не говорят солнце вращается вокруг земли, или земля вращается вокруг солнца, те соотношения, которые они дают с научными сведениями, сведениями о мире, сведения о мире, они, скажем, да, они больше относятся к области метафизики, никогда ничего не утверждается, не утверждается категорично, скажем, расчет Луны, который мы знаем, и который отчасти приводится, отчасти приводится в Талмуде, и, может быть, мы к нему сегодня вернемся в дальнейшем, расчет Луны, я имею в виду расчет периода картинки Луны на небе, или периода обращения Луны вокруг Земли, эти сведения довольно точные и в значительной степени соответствуют современным научным данным. Но в любом случае меня обязывают галактические постановления, я не могу их просто отмахнуться от них, отбросить их, но не обязывают научные сведения, не обязывают медицины, медицинские сведения, которые приводятся в Талмуде. В любом случае заявление, что такой-то из равинов, такой-то из мнений, которые приводятся в Талмуде, оно неправильное, и оно в общем-то оно неприемлемо в еврейской среде, в среде продолжающих традицию, такое заявление неприемлемо. Другое дело, можно сказать, что я не понимаю, другое дело, можно сказать, что это мнение сегодня для наших условий, оно нежизненно, другое дело, можно сказать, что кто-то из более поздних авторитетов не совсем верно понял Талмуд, и поэтому его постановление, оно меня совершенно не обязывает, потому что я вижу совершенно четко, что он исходил не из тех параметров высказываний, не из тех выводов высказывания в Талмуде, из которых надо было исходить, это все другое дело, но сказать о том, что Талмуд неверен, там есть ошибки, мы это не говорим, это для нас труд, который был сформирован фактически таким форумом мудрецов, работавшим на протяжении ну, можно сказать, нескольких сот лет, да, вот, и вот эпоха Издегарда, Издегарда Второго кладет конец кладет конец Талмуду, работе над Талмудом, и как мы с вами говорили, Иерусалимский Талмуд был закончен, закончен еще раньше в четвертом веке, когда началось давление Византии, разделение Израиля на Палестина Прима и на Палестина Секунда, вот, мне кажется, да, мне кажется важным, сейчас мы вернемся к этой таблице, безусловно, и вернемся и продолжим говорить об эпохе Гаонов, да, вот, мне кажется важным представить себе вот, может быть, да, вот, что может быть представить вот, да, в таблице событий, которую я для вас выписал, да, я вот здесь что-то не вижу, да, но после Константина, просто я, может быть, это не выписал, не отметил здесь, да, после Константина где-то в районе 350-го года правит Юлиан, которого называют Юлианом отступником, он старается вернуть идолопоклонство в Римскую, в Римскую империю, надо сказать, что Римская империя, ее разделение на части, оно как-то очень непонятно, скорее всего, нужно говорить о правлении двух императоров, которые правят, в общем-то, почти одним государством, то, что происходит в одном государстве очень сильно влияет на другое, да, вот, Константин принимает христианство и кончается преследование христиан, и начинается давление на евреев еще до того, как он становится императором, и вот Юлиан, он пытается как бы раскрутить колесо обратно, да, он вводит языческие культы, а евреям, как он понимает, противником, народу, противостоящему христианству, он дает право построить храм, и начинается подготовка к строительству храма, где-то в районе 350-го года, если кто-то себе представляет знаком с храмовой горой, то в тех помещениях, которые в свое время достроил Ирод, и которые потом ошибочно крестоносцы назвали конюшнями, сломо, шломо, урвот, шломо, и это название закрепилось до наших дней, вот в этих помещениях подземных собираются большое число материалов, дерево, золото, серебро, все, что камни, все, что огромные помещения, там подземные настоящие как бы проходы и переходы на храмовую гору, и там собираются материалы для того, чтобы приступить к строительству храма. К сожалению, дело кончается тем, что происходит землетрясение и возникает пожар, и все заготовленные материалы, все заготовленные материалы пропадают, то есть уничтожаются. Для нас это очень интересно, потому что даже в самые трудные времена и при самых неблагоприятных обстоятельствах сыновья Израиля тут же поднимаются, жертвуют совершенно невообразимые средства, как богатые, так и бедные люди и со всех мест проживания и из египетской общины, из Каирской общины, и из той же Персии, и те то немногочисленное население, которое осталось в Израиле, прикладывают огромные силы для того, чтобы восстановить храм. К сожалению, как бы мы видим, можно здесь видеть руку Всевышнего, может быть, мы не готовы, не знаю, как бы тут, но строительство храма не состоялось. Раф Шерке утверждает, я не знаю его источника, но понятно, что он сам по себе авторитет, на который можно положиться, что пожар произошел 18-го числа месяца Яра, числа, которое принято считать Лаг Баомер, не принято, а которое считается Лаг Баомер, 33-м числом отчета Омера, и как мы можем представить, этот день стал днем своеобразной такой памяти, когда зажигали костры, и день был с одной стороны наполовину траурный, наполовину праздничный, траурный, потому что строительство храма не удалось, а праздничный, для того, чтобы поддержать надежду на то, что оно будет состоится в будущем, и было принято зажигать костры, Равшерки утверждает, что отсюда и обычай праздновать Лаг Баомер, и настоящий коренной обычай праздновать Лаг Баомер, потому что Лаг Баомер, 13-33-й день Чотомера, в том виде, как он сегодня существует, его празднуют примерно с 13-го века, так он говорит, что коренной обычай, это связано с этим необычным днем, 18-го числа месяца Иара, когда, скажем, были приложены огромные усилия для строительства храма, и которое не удалось, не состоялось, да, почему-то у меня, видите, Ильяна отступник попал сюда, 355-й год, строительство храма, 537-й год, восстание Марзутра, как мы с вами говорили, 590-628-й год, правление в Персии царя Косра, который возобновляет статус главы изгнания, мы помним, что глава изгнания это государственная должность в Персии, и на главу изгнания возложены не только обязанности косяющиеся евреев, но и всего государства, он следит за дорогами, за торговыми путями, это его и прерогатива, и его обязанность, да, и вот мудрец Ханан, он становится и главою Рошьи Шивы в Пумбадите, которая возобновляет свое действие, вот, и возобновляет свое действие, и становится главою изгнания, да, и с этого момента начинается эпоха Гаонов, да, мы видим этот перерыв между завершением Талмуда и перерыв, который связан с таким столкновением с властями в Персии, и вот возобновление должности главы Галута, мы с вами это видим, и с этого начинается момента где-то с 590-го года, начинается эпоха Гаонов, да, вот, царь Косра, здесь еще очень интересное событие, которое важно для нас, которое также показывает характер сыновей Израиля, и веру, и надежду на возвращение на родину, царь Косра захватывает Ирушалаем, захватывает Ирушалаем и Персами у Византии, и евреи и Персии с большим воодушевлением, с большой самоотверженностью присоединяются к этому походу, к этой войне, и отдают свои силы, и свои жизни, и свои средства, потому что Косра обещал вернуть сыновьям Израиля Ирушалаем, но дальше политическая ситуация складывается так, что Косра гораздо выгоднее отдать пальму первенства, прерогативы правления отдать христианам, и евреи отодвинуты на задний план, христиане получив образы и правления мстят евреям в Израиле за то, что они присоединились к Косра и выступили против христиан. Опять же, мы здесь видим еще и еще раз, что надежда на восстановление государства, на восстановление страны не умирает. Я все время хочу подчеркнуть это, чтобы нам не казалось, что речь идет только о передаче закона из поколения в поколение, вся забота о сохранении закона, представляется, что нет, что вместе с этим жива мечта на возвращение, на восстановление своей государственности и на восстановление храма и сохранение закона, передача его из поколения в поколение видится в любом случае, видится, как только, скажем, временная мера, как только средство, которое должно впоследствии привести к восстановлению государственности и восстановлению храма. Это 614 год, война царя Косра. Персы очень ненадолго захватили Израиль, землю Израиля, как мы себе представляем, и уже на пороге стоят арабские завоеватели. 626 год это начало арабской экспансии, 626, 628, и очень быстро арабы, есть, так можно сказать, исламизированные арабы, или уже не только арабы, но племена, которые, скажем, собираются на Аравийском полуострове, собираются вместе, составляют ударную такую силу, объединенные одной идеей, они захватывают Персию, захватывают основные города и в Персии, и в регионе, захватывают Дамаск, в Дамаск переносится одна из столиц арабского мира, затем она перемещается в Багдад, все эти ходы и переходы, их очень интересно было бы отследить, и, безусловно, все это влияет на еврейский мир. И, скажем, такое объединение, объединение халифат, которое распространяется на большую территорию, помогает сохранять единый центр, сохранять единый центр, единый центр мудрецов, во главе которого стоит один из Гаонов, мы сейчас поговорим о Гаонах, мы сказали о первом из них, о Ханане, который действует в Бумбадите, сейчас пойдем дальше. существует легенда в том, которая говорит, во-первых, что Издегар II, то есть многие относят легенду к разному времени, Издегар II поставил, V век, я напоминаю, середину V века, поставил своей целью истребить потомков Давида, но ночью ему приснился страшный сон, ему приснилось, что он рубит сад, и в конце концов топор оборачивается против него, и фактически остался в Персии единственный потомок царя Давида, который родился уже после этого сна, его назвали Бустынай, Бустынай сад, тот сад, который хотел вырубить Издегард, но ему не удалось вырубить этот сад, потомков Бустыная, Али, захвативший Персию, назначает главою Галута, Галута. Мы с вами продолжаем пробираемся дальше, и мы с вами попадаем в IX век, это Саадия Гаон, известнейший мудрец, крупная фигура, написавший целый ряд трудов, он сформулировал, как мы с вами помним, и принципы веры, он написал книгу, которая называется «Деот ве иммунот», как бы «Знание и вера», если так можно сказать, «Знание и вера», и в этой книге подробно разбирает принципы еврейской веры, и это связано с тем, что еще до него в VIII веке, один из потомков Бустынаев, Анан бен Давид, он объявляет о том, что, который был, кстати, мудрецом, который знал весь Талмуд наизусть и прекрасно умел его анализировать, он объявляет о том, что Талмуд, или, как говорили устная Тора, его не обязывает. Есть там свои политические причины, его отодвинули, ему не дали быть главой изгнания, Рейш-Галута, это все совершенно неважно, главное, что появляется такая фигура сильная, которая утверждает, что Талмуд нам не нужен, Талмуд нас не обязывает. Его принцип, которому он учит своих учеников и последователей и появляется у них, у него очень немало, так сказать, очень быстро в Персии количество последователей, караимов, как он называет себя от слова, как вы понимаете, кара, читать, не придерживаться устной традиции, а читать самому текст, кара читал, караимы, это множественное число, им, кара, караимы, секта караимов, их, у него практически 40% населения Персии поддерживает его, его принцип такой, не слушайте меня, а читайте сами, то есть каждый имеет право на комментирование, каждый имеет право на вывод, на вывод закона, однако в секте караимов очень многочисленной устанавливаются в общем-то свои правила, когда если в Торе написано не разжигайте огня во всех жилищах ваших, то караимы говорят, что нельзя пользоваться огнем в субботу и всю субботу, где бы они не жили, они сидят в холоде, без камина, они не зажигают свет, не зажигают свечей и получается, что желание облегчить как бы подход жизни, снять давление Талмуда, оно в общем-то приводит ко многим новым устражениям. И с этой сектой ведет борьбу с Адегаон и мы понимаем, почему он пишет такую книгу, иммунот водеот, вера и знания, и формулирует законы, не законы, а принципы веры. Я здесь поветил с вами, что в его время караимов 40% Персии. с Адегаон так же вел полемику с мудрецами, которые оставались в земле Израиля. И здесь есть основная борьба разгорелась с мудрецом по имени Бен Мейер, так мы его знаем сегодня, который был великим мудрецом, и он хранил традицию расчета периода Луны. С Адегаон вызвал его на диск, вот и представил более точный расчет периода Луны, и с этого момента центр как бы и официальный и психологический перемещается в Бавель, в Бавельские Ишивы, и мудрецы земли Израиля перестают считаться законодательным центром. Мудрецы Гаоны оставили большую литературу, которая называется как респонс и на иврите шутим шейлоту тшуот, в Фумбадиту присылались вопросы со всего мира, и переписка велась чуть ли не со всеми общинами, считалось, что нельзя быть уверенным точно в правильности ответа, если ты не обратился к мудрецам в Персии, не обратился к Гаону главе Ишивы в Фумбадите. И здесь можно представить себе, попытаться поговорить вообще о скажем сектах, которые или течениях в иудаизме, которые возникали на протяжении веков, еще в период второго храма, не знаю, можно не говорить о первом храме, потому что там просто было, как мы говорим, идово поклонство, да, а вот понятие секты, то, что на еврейте называется мин, да, можно сказать, чаще всего мин, мин, это как бы вид, да, разновидность, как бы, тот, кто придумывает разновидность иудаизма, это характерно для периода второго храма. Достаточно нам с вами вспомнить цедукеев, которые были очень, очень влиятельной сектой. Я напоминаю, что они возникли в период антигнуса Ишисоха, который возглавлял мудрецов Торы и, в общем-то, население в Израиле после Шимона Цадик, Шимона Праведника, то есть мы говорим о самом конце четвертого века до этой эры. У него было два ученика Цадок и Байтес. Антигнус Ишисоха сказал, не будьте как слуги, которые служат господину в надежде получить плату, а будьте как слуги, которые служат господину без всякой надежды получить плату. Цадок и Байтес поняли и столковали слова своего учителя Антигнуса таким образом, что если он говорит, что нужно служить не надеясь на плату, а плата имеется в виду будущий мир, то будущего мира нету, будущий мир не существует. Естественно, что за таким отбрасыванием основного положения Торы, как будущий мир, воскрешение из мертвых, стоит некоторый интерес, и мы понимаем этот интерес, интерес приблизится к образу жизни, который ведут Тейлины, скажем, греки, можно сказать, люди, приверженцы греческой культуры, но, тем не менее, как бы, вот и привычка, и воспитание, образование не позволяет отбросить иудаизм и Тору, и тут есть такое желание совместить, и, скажем, это то, что выливается секта Цедукеев, об айтесе говорят меньше, хотя тоже говорят, выливается секта Цедукеев, она становится, к ней присоединяются те, кто хотят вести такой греческий образ жизни или образ жизни приверженцев эллинизма, и, тем не менее, соблюдать законы Торы, соблюдать законы Торы, так, как они их понимают, и тут возникает разногласие между мудрецами, которых называются прушим, отстраненные, то есть, отстраненные от внешнего мира, отстраненные от внешней культуры, старающиеся сохранить, целью своей ставящей сохранить закон, называют их прушим, отстраненные, вот, напротив них есть цедуки, которые якобы привержены общей культуре, и, тем не менее, соблюдают иудаизм среди цедукеев, есть очень много влиятельных людей, и когены, и первосвященники даже встречались, или, по крайней мере, подозревали, что первосвященник может быть из цедукеев, да, вот, и когены, правда, скрывали свою принадлежность цедукеям, и, скажем, значит, чем, чем отличались цедукеи, в общем-то, они были похожи на караимов, они говорили, что то, что написано в Торе, нужно понимать буквально, а то, что не записано в Торе, это той подобной заповеди не существует, например, заповедь возлияния воды на жертвенник, она не существует, и Александр Инай, который был из потомков когенов и считался первосвященником, он поднялся на жертвенника, демонстративно вылил воду в праздник Суккот, когда существует, кроме возлияния на жертвенника вина, существует еще возлияние воды, демонстративно вылил воду себе на ноги, мы помним это рассказывается в трактате Суккот, что его закидали итрогами, стали кидать него итрогами, в храме была большая резня, да, вот, и буквальное понимание Торы цедукеями привело буквальное понимание Торы цедукеями привело к тому, что понималось, как мы неоградно на этом останавливались, око за око и зуб за зуб, понимались буквально, и при Александре Инае, как это не прискорбно, действовал сангедрин цедукеев, который действительно судил по этим законам, по законам, в общем-то, которые предполагают неимоверную жестокость, не проявление никакой милости, когда человека лишают глаза, если он даже случайно кому-то другому повредил глаз, решил его, скажем, зрение на один глаз, на оба глаза, и на все уже как бы, детали просто. Самое главное то, что действовал суд сангедрин, верховный суд цедукеев, который и правда сошел потом на нет. Прушим, мудрецим, начиная с Елеля, приложили немало усилий для того, чтобы утвердить закон утвердить закон прушим, скажем, да, вот. Теперь мы можем представить себе, как доказать, где критерий истинности, да, вот почему мы говорим, что цедукея это не одна из ветвей иудаизма, да, скажем, это это сектанство, да, по очень простой причине, да, критерий очень простой, критерий это жизнь, цедукеи исчезли. После разрушения второго храма с началом изгнания цедукеи исчезли, и это понятно, да, изгнание в значительной степени, как утверждает, например, да, Цофрим, комментарий, современный комментарий на пророков, на книге пророков, утверждает, что целью изгнания является, чтобы те, кто мало привязан к своему народу, мало привязан к Торе, мало привязан к земле Израиля, к идее храма, чтобы они оставили народ, ушли и растворили среди других народов. И цедукеи, которым трудно отказать в том, что они были национально настроены, они сражались и сражались даже в период восстания против римлян, тем не менее привязанности к своему народу, так сказать, своей культуре, культуре Торы оказалось совсем недостаточной для того, чтобы сохранить себя, и они растворились среди других народов. То есть, критерий это жизнь, кто остался с тем и истинность, и кто растворился с тем истинный и нету. Хорошо бы знать, конечно, заранее, и понимать заранее, и за кем следовать, и кому придерживаться, но в любом случае есть критерий, который работает, по крайней мере, через много лет срабатывает, и можно определить, где есть истинное движение, а где нету истинного движения. То же самое можно сказать и про караимов. 40% населения Бабеля, того населения, которое Раф, Раф-Еуда, Раф-Ишмуиль и все личности, которых мы с вами видели, включая Рафаши, приложили неимоверные усилия для того, чтобы повысить их грамотность, не только привязать к Тори, но повысить их грамотность, чтобы они были настоящими носителями традиции, они ушли за, пошли за Ананом Бендабидом потомком Бустыная, человека обиженного, которого не избрали Рэш-Галута, не избрали главу изгнания, и что с ними было, они все растворились. Даже если они не растворились, мы можем найти их следы сегодня по всему миру, можем найти их следы даже в Израиле, да, вот мы можем представить себе с вами синагогу караимов в Аш-Доде, пожалуйста, есть и такое явление в Израиле, и даже в Иерусалиме есть синагога караимов, да, и вот мы можем иногда встретить Мизузу в стиле караимов, все это возможно, но эта секта насчитывает небольшое число людей на сегодняшнее время, и значительная часть из которых не отождествляет и не идентифицирует себя с евреями. Мы помним, что во время Второй мировой войны в Крыму, где проживало большое число караимов, немцы, нацисты не отнеслись к караимам как евреям, они не признали их евреями, то есть как бы при взгляде со стороны признаки еврейства, они нивелировались, они сочли их отдельной группой населения. Вместе с тем можем представить себе такой печальный, если мы говорим о караимах и говорим об этой секте, то есть может быть там и сям и десяток, и несколько десятков и даже может быть десять тысяч караимов на сегодняшний момент в мире проблема в том, что их связь с еврейством очень небольшая, а влияние на мир и представление о том, что есть народ, у которого есть глобальные задачи повлиять на весь мир, распространить знания о едином Боге во всем мире, это у них отсутствует, и еще раз влияние на мир у них совершенно незначительное, нужно сказать, вообще просто нулевое можно сказать, да, и это также критерий истинности. Если мы говорим о караимах и об истории караимов, здесь нужно подчеркнуть такой факт прискорбный, вот если мы говорим о передаче традиции из поколения в поколение, забегая немножко вперед и доходя, скажем, до средних веков, так, конца средних веков и нашего времени, мы говорили о проблеме, что многие постановления рассматриваются вне связи с историей, вне связи с ситуацией, которая существует на сегодняшний день, из-за этого возникают и недопонимания того же самого Талмуда, недопонимания и галактических постановлений и недопонимания ситуации, что просто факта реалии, недопонимания реалии, что приводит к печальным последствиям. На Шухонарухе есть постановление, что запрещено жениться на караимах, исходя из-за того, что караимы это евреи, которые отказались от соблюдения закона Торы, и самое принципиальное в этом, что они отказались от развода по Галахе, и вот если скажем там первые последующие караимы они не заключали брака по Галахе, это как бы снимает проблему, нету галахического брака, нет последующих проблем, а вот первые первые караимы они заключили брак по Галахе, они развелись по Галахе, и это привело к тому, что когда они разводились не по Галахе, это привело к рождению тоже называется мамзеров, людей, которые когда женщина скажем изменила мужу и родила вот другого мужчины, это ребенок называется мамзер, и конечно тут множество проблем, в общем-то запрещено заключать брак обычным образом с обычными людьми, и это тянется на бесконечно на все поколения, сразу можно оговориться, что мамзером считается то есть запрет брака только для того, кто точно является мамзером, являя любое сомнение в этом оно снимает проблему, нет такого понятия зафек мамзер, мамзер под сомнением, есть сомнение, снимается проблема, проблема, как мы понимаем, возникает, когда женщина разводится не по закону Торы, не на как бы силу брака, сила брака, есть заключение по закону Торы, остается, и рождается мамзер и дальше уже несет проблемы своих родителей, хотим мы того или не хотим, это как бы закон Торы, вот, и в связи с этим как бы караимы, поскольку вот сложилась такая ситуация, это евреи, которые вышли из еврейских общин, и у них были браки, и все, но они не разводились по закону, было решено, было решение в какой-то момент, что это группа, которая представляет из себя мамзеров, потому что есть разводы, и разводы не по закону, значит, рождаются мамзеры, с которыми запрещено заключать брак. Эта волна докатилась до нашего времени, и к великому сожалению, вот у меня в то время, когда я работал в Киеве, у меня был ученик, который на этом деле пострадал, папа его был караим, и вот начались разговоры между людьми, которые читают шуха на рук, что может быть ему нельзя жениться, и так далее, требуют выяснения, и все. Значит, дело в том, что уже давным-давно, и на сегодняшний день тем более, караимы, подавляющие их большинство, те, кто есть в Турции, там, скажем, относительно большая группа караимов, тем, кто есть в Израиле, они не являются евреями. Это секта ушла, произошло смешение с другими народами, да, и относиться к ним как потомкам евреев, которые, которые не, скажем, неправильно разводились, из-за этого возникли проблемы с Мамзерутом, с Мамзерами совершенно невозможно, как мы сказали, когда есть даже сомнения, а тут и сомнения это нету, это просто другая группа, это не то, что было в начале, и все они разные совершенно, да, и крымские караимы это одно, и караимы, которые в Турции, это другое, и совершенно неразумно придерживаются этого постановления, которое вдруг отсекает людей, вот человеку, у которого мать еврейка, а отец караима отсекает тут общество создает ему трудности абсолютно неразумно, да, это еще раз показывает, что на вещи нужно смотреть с точки зрения реалий, да, никто не пренебрегает Галахой постановлениями мудрецов, на вещи нужно смотреть с точки зрения реалий, да, та же самая проблема возникла и с эфиопскими евреями, в свое время, вот, их, как бы, еврейский мир обнаружил в начале, может быть, середине 19 века, да, и было решено, что они являются евреями, но они потомки евреев, которые также не разводились по закону, и поэтому вся эта группа является мамзарем, нельзя с ними заключать брак, да, даже, даже если они примут гиур, как бы, из-за сомнения того, что они могут быть потомками мамзара, все равно нельзя заключать с ними брак, да, это ужасное постановление, которое, я думаю, очень задержало развитие нашей истории современной, да, можно рассуждать о том, эфиопские евреи являются евреями по глахе, или они являются потомками евреев, но они должны брать и гиур, но вешать на них ярлык, то, что они, скажем, могут быть потомками мамзаров, совершенно лишние, лишние разговоры, да, абсолютно лишние, которые наносят, наносят большой, наносят большой вред, да, вот, скажем, да, то же самое, то же самое можно сказать и, скажем, да, и о христианах, которые изначально были еврейской сектой и подавляющее большинство христиан были были евреями, да, скажем, да, критерии тот же самый, да, ушли от еврейского народа, раскол между христианами произошел после разрушения храма, не важно там все эти истории с Павлом и так далее, да, вот, и идея такова, да, что весь народ, весь народ защищал Иерушалаем, весь народ защищал храм восстания 65-6-68 года, христиане откололись и сидели в Памуэле, и они видели разрушение храма как наказание еврейскому обществу, и, в общем-то, в значительной степени радовались разрушению храма, и это стало разделом, точкой, разделяющей, водоразделом, да, который отсек, отек христианства, да, и я бы сказал, я бы сказал такую, сказал такую вещь, да, что до тех пор, пока у людей сохраняется надежда на восстановление страны и Иерушалаема, да, у них есть связь с еврейством, с евреями через Тору, да, через Тору, да, вот, и мы, да, я думаю, что, скажем, вот, я могу, скажем, привести несколько примеров таких, как бы, мне кажется, что вот стремление, да, это, это может быть не все, это может быть не все основы, которые должны быть у евреев, это понятно, но это стержень, который удерживает людей в еврействе. Это стержень, который сломался и отбросил христиан. Это стержень, который сломался и отбросил караимов, потому что они перестали видеть, да, перестали видеть землю Израиля, Иерушалаем, как основу, как основу своей веры. И это легко представить себе. Иерушалаем вообще не упоминается в Торе, а только в пророках, и тут каждый из караимов может сказать, что он и знать не знает Иерушалаема. Это как бы такой кромеугольный стержень. В качестве примера приведу несколько моментов, может быть, из истории. Евреи, евреи-потомки якобы, потомки Израиля, названы впервые народом, в Египте. Фараон называет их народом, Тора называет их народом, Ам-Исраид, Ам-Народ. Почему? Можем представить себе положение сыновей Израиля в Египте и подумать, что их объединяет. Говорят, объединяет их имена. Это Медраж. Мы видим, что в действительности в той же Торе упоминаются и египетские имена. Мы можем представить, что объединяет их язык. Подавляющее большинство, понятное дело, не знает языка Абраама, не знает Деврита. Можем сказать, что их объединяет обрезание. Потом выясняется, что многие не делали обрезание, что перед исходом нужно было делать все обрезания. Подавляющее большинство не делали обрезания. То есть Медраж он говорит о каких-то тенденциях, может быть, которые не отражают как бы реалии поведения большинства. Имена, одежды, язык и так далее. А то, что вера в Бога начинает растворяться, мы понимаем, евреи на 49-й ступени чистоты в влиянии представления египтяна, оно очень сильное. Так что же объединяет? Что же объединяет, если это не вера, если это не язык, если это не имена, если это не одежда? Что объединяет? Объединяет один момент простой, который фараон знает, что при первой же возможности, как он говорит, если будет нападение врагов на Египет, они встанут и поднимутся в свою страну. народ объединяет стремление в землю. Это то, что его объединяет, то, что создает этот цемент, на который потом ложится все остальное. Тот цемент, который удерживает всех вместе, тот цемент, который не позволяет раствориться, не позволяет уйти, оставить народ. И пока у человека есть национальные тенденции, даже если он оставил соблюдение Торы, как это часто бывает сегодня, к великому сожалению, и одно поколение, и два поколения, и даже три поколения, если у него есть связь с Израилем, если у него есть тяга к Святой Земле, есть надежда, ниточка связи остается. И также точно со всеми сектами. Вот в каббалистической литературе иногда встречается такая посылка, что спор Маше и Короха, он был очень тонким. Непонятно, кто был прав из них, да, ведь Корох тоже выдвигал определенные позиции, он был мудрецом Торы, да, непонятно, кто был прав из них, да, и я вот думаю, ну как же непонятно, кто прав из них, да, при взгляде со стороны за Корохом пошло большое число людей, ну почему же, как бы, что они сочли, что он, сочли, что он прав? Корох соединился с теми людьми, которые предлагали вернуться в Египет, да, какой вопрос в каких-то высоких сферах Торы, там, и так далее, может быть, да, есть движение в Святую Землю, да, есть, кто от этого отказывается, кто от этого отказывается, они сразу выпадают, как бы, да, выпадают, если так можно сказать, из иудаизма, да, из линии иудаизма, а те, кто этого держится, да, даже, если они, к великому сожалению, не соблюдают закон, они еще находятся в струе, которая может вернуть их и привести их к своему народу, да, вот, это, как бы, то, что касается сект, то, что касается цедукеев, караимов, нам важно было представить себе караимов, но представить их просто в отрыве от всего остального, как просто, как бы, отдельный исторический факт, не так уж интересно, не дает полной картины, поэтому я решил затронуть и цедукеев, и христианство, и так далее, да, ну, естественно, что подробный разговор о христианстве, об исламе у нас еще впереди, мы пока видим, как эти две религии вторгаются в нашу в нашу историю, говоря о Талмуде, невозможно не упомянуть о них, вот, и можно много говорить о христианстве из Талмуда и так далее, да, но давайте мы сейчас остановимся, и я готов выслушать ваши вопросы, я вот делаю стоп-шер, да, и я весь внимание. В Крыму есть Чупут-Кале, город, вернее, кладбище Караимов, который говорил нам в Дочи Сарае. Ну, так хорошо, есть хорошо, конечно, у нас не, к сожалению, не курская история. Да, пожалуйста, да. Евреи, родившиеся в Крыму, им писали, в паспорте и свидетель о рождении Крымчак, не еврей. Насколько я могу понять, это действительно из потомков Караимов. Им прямо так впрямую писали Крымчак. Мне трудно сказать, трудно сказать, скажем, понятно, что в Крыму были евреи, люди, которые считали себя евреями, никаким образом не соотносились с Караимами, да. То, что меня в этом плане и, скажем, интересует, да, это еще, еще, как бы раз, да, как Талмуд, так и галактические постановления можно воспринимать только в историческом плане. Если ты не знаешь исторического фона, а тем более не знаешь реалии, невозможно прийти к верному пониманию текста Талмуда и невозможно прийти к верному галактическому постановлению. Иногда это бывает существенно, принципиально относится к целой группе людей, людей, вот, чуть ли не к целой группе людей, когда им дается неверное определение. Но это только один момент, другие моменты точно такие же, не зная исторического пласта, совершенно невозможно понять Талмуд, даже не в галактическом плане, а просто текст Талмуда, то, что для нас безумно важно, невозможно понять, о чем говорят мудрецы, агадот Талмуда, невозможно понять без исторического фона. И как я попытался сегодня продемонстрировать, что есть галаха, а есть мнение учителей, которые могут быть действительны в какой-то период времени для их учеников, для тех, кто их слушает, но они в коем случае не могут рассматриваться как вечные принципиальные галактические представления. Пример Раф-Еуда, который в свое время сказал, что запрещено уходить из Бабеля, даже в Эритисоэль. Мы можем его понять как учителя, как того, кто заботится о спасении еврейства в Бабеле. Мы его вполне можем понять, но мы не можем понять тех людей, которые сегодня ссылаются на Раф-Еуда, которые сегодня серьезно рассматривают его это восстановление. Это точно мне хотелось сказать, скажем, детали, которые касаются караимов. Я, к сожалению, не историк, к великому сожалению, стараюсь, как говорят, учусь, но не волшебник. И поэтому мне, скажем, историю караимов в Крыму очень трудно с ними соотнестись, хотя я знаю, что есть работы по этому вопросу, есть караимы крымские, которые писали историю крымских караимов. И другой вопрос, видимо, попутный, что по поводу Мамзера, то, что вы сейчас говорили, все-таки Мамзера такая каянная печать на ребенке, который отвечает за грехи родителей. Причем, если я правильно понял, и вас, и собственно саму Тору тоже, то есть участники этого греха наказываются, так сказать, смертельным, так сказать, наказанием. И тем не менее женщины позволяют родить грешника, который ни в чем не виноват. Как Талмуд в этом плане этот вопрос поднимает и решает? ребенок абсолютно ничем не виноват. И его клеймить на всю его жизнь со всеми поколениями, насколько это справедливо с точки зрения иудаизма. И смотрите, вопрос сложный. Это постановление Торы, которое я не берусь говорить о том, что оно очень гуманное и о том, что оно не создает проблем. Вот. Я могу только сказать одно, что оно направлено на вот такую чистоту семейной жизни, чистоту семейных отношений и пробуждение ответственности людей, скажем, и мужчины, и женщины за последствия своих действий. То есть закон имеет колоссальное воспитательное значение. Кроме того, что я вам сказал, то, что, скажем, мамзер под сомнением нет такого как бы галактического понятия, или наоборот, есть такое понятие, оно всегда решается таким образом, что мамзер под сомнением это не мамзер, это не 30%, не 20%, не 70%, как бы нормальный человек, это нормальный человек. То есть только совершенно очевидные случаи, явные, как бы, мамзер бывает только в том случае, если заключен брак непосредственно по закону Торы, то есть как правило речь и мамзеров как бы трудно себе представить, вот таких точных мамзеров на сегодняшний день, опять же закон несет некоторое воспитательное значение. это тоже я могу сказать, может быть это не стопроцентный ответ, но по крайней мере это так. Но дело опять же, мы занимаемся определенной темой передачи традиции из поколения в поколение, я хотел сказать, что непонимание исторического пласта, несоотношение с историческим пластом, несоотношение с реалией, непонимание развития событий или развития той же секты караимов, оно приводит к неправильным выводам. Это единственное, что я хотел сказать. Дальше можем при случае поговорить о законе о Мамзеруте, но в любом случае на данный момент трудно себе представить, что кого-то поймали за руку, сказали, вот ты Мамзер, тебе нельзя жениться и так далее, любое сомнение, оно снимает эту проблему. И тем более, что речь идет только о тех браках, исключительно о тех браках, которые заключены о кедушин, с кедушин, с еврейским законом. Вот если с вашего разрешения я буду соотнестись с чатом, вот Олег спрашивает, есть ли какое-то подтверждение того, что в Египте евреи было представление о земле Кнаана, самое прямое, непосредственное. В первой главе Шмот, фараон говорит «Ве носав аль сонейну ве ала мина алиц». «Ве аяки и текре амил хама ве носав аль сонейну ве ала мина алиц». Что и будет, когда фараон обосновывает лишение евреев прав в Египте, превращение их в рабов, он все-таки, несмотря на то, что он полновнастный плавитель, он должен каким-то образом это обосновать, и он обосновывает. Он говорит, вот будет война, у нас много врагов вокруг, будет война, он присоединится к нашим врагам, и что? Присоединится к нашим врагам, и что? Сделает революцию, да? Вот, как в Китае, как в России, да, кто был ничем, тот станет всем. Нет! Они встанут и уйдут от земли, это то, что меня беспокоит, они присоединятся к врагам для того, чтобы получить возможность встать и уйти из земли, не для того, чтобы захватить власть в Египте, не для того, чтобы в Египте всех перебить, а для того, чтобы встать и уйти из земли. К сожалению, Раши, который, в общем-то, является большим сионистом, и у нас после эпохи Гаонов разговор о Раши, о мудрецах в Европе, вот, с видением Раши, большой сионист, он в этом месте, он как-то затушевал проблему, ну и опять же, я сейчас не имею возможности развернуть этот момент, так что прямое совершенно указание, да, в самом тексте Торы, вот, так они уже оттуда пришли, совершенно верно, совершенно верно, да, вот, мы только можем представить себе, что те, кто, те, кто остались из-за того, что у них были довольно хорошие условия, как мы понимаем, некоторые рабы сами имели рабов, имели и хороший заработок, и условия, вот, для жизни, и свои вилы, и свои колесницы, все это могло быть в части евреев, и они остались, да, они очень жалели в душе где-то, глубоко, что их дурное начало, тяга к богатству не позволила им присоединиться к сыновьям Израиля, да, где-то на уровне подсознания обязательно жалели, так же, как это происходит сегодня, да, есть много людей, которые утверждают, что нет заповеди жизни земли Израиля, да, но среди них, среди этих людей нет спора, что очень хорошо быть похороненным землей Израиля, да, они доживут свою жизнь там где-то далеко, но в принципе подсознание у них глубоко, где-то сидит это чувство или, скажем, по крайней мере, понимание на каком-то уровне святости земли Израиля, да, оставить свои там вещи, вилы, машины, это нет, да, вот, но после смерти тут нету спора, да, очень хорошо быть похороненным землей Израиля, то же самое было и в Египте, да, многие предпочли остаться, но понятно, что где-то в душе, на душе у них скребло. Тогда из рассказов семьи Акова остальные уже в Египте родились, я не совсем понял, да, у нас была дискуссия по поводу вопроса Олега. А, да, да, пожалуйста, да. А вот можно, вы можете нам дать картинку учебного процесса в этих ешивах, или они там по-другому как-то называются, метифта. Метифта, это, ну, хорошо, да, и откуда, откуда вы такое слово знаете, как метифта, скажите мне, пожалуйста. Я где-то прочитала, что на арамейском. Очень хорошо. Замечательно, да. Метифта, это на арамейском от слова ешива, да, вот, ешива на иврите от слова лошевит, сидеть, яша, в корень, да, а метифта, ятив, на арамейском это сидел, да, а метифт, это место, где сидят, то есть, это как бы арамейский аналог ешивы, калька с иврита, перенесенный на арамейский метифта, да, как происходил процесс изучения, мы можем с вами, как происходил процесс обучения, можем с вами видеть в, может с вами видеть в гемаре, конечно, никто нам не оставил никаких заповедей, был определенный порядок, там, скажем, да, в, скажем, с определенного времени в Панк-Батите было принято, что сидел учитель, рядом с ним сидели выдавившиеся ученики, напротив сидели другие ученики, и один ряд, и два ряда, до семи рядов учеников сидели перед учениками, это все замечательно и прекрасно, я не думаю, что эти внешние моменты, они составляют что-то существенное и главное, а вот то, что касается порядка учебы и рассмотрения вопросов, мы все это с вами видим, мы все это видим с вами в гемаре, да, я постарался для вас обрисовать круг вопросов по, скажем, связи с временами, да, вот как, например, мы уже с вами представили себе, что Рави Ханан в Израиле говорит, что нет созвездия для евреев, а Рави Шму или в Бавиле говорят, что нет созвездия для евреев, конечно, мы это принимаем, но каждый из них это понимает по-своему и по-разному и они соотносятся с астрологией, только говорят, что астрология не действует на еврея, Рав говорит в одном случае, Шму говорит в другом случае, мы видим, что проживание в Бавиле заставляет заниматься вопросом, заставляет заниматься вопросом астрологии о проживании в Израиле, Рави Ханана, который чувствует землю Израиля, позволяет сразу откинуть все проблемы, связанные с астрологией, просто сказать, что еврей, он совершенно по-другому живет, и никакие созвездия на него не действуют, так сказать, скажем, это один круг вопросов, вопрос, где проживать, в каком месте проживать, в земле Израиля или в Бавиле, да, другой вопрос, как мы сегодня с вами видели в другой период, это как относиться к проблемам государства, когда мы видим с вами споры в Талмуде, и мы можем, скажем, да, я просто несколько боюсь увязнуть в этой теме, но мы, в принципе, можем с вами взять и посмотреть некоторые проблемы, как бы, галактические, которые есть в Талмуде споры, даже формальный спор, пожалуйста, можем это сделать, в принципе, делали уже немножко, да, вот, все это отражает то, что происходило, то есть, как мы можем себе представить, у нас нет специальных записей, все, что отражает то, что происходило в Ешивах, да, в, происходило в Ешивах, в Бавиле, в Бумбадите и в Сури, да, так что тут что-то трудно добавить, как бы, если можно было так сказать, никого не обижали, да, что хочется представить, о чем говорили мудрецы в Бабиле, открой Талмуд, да, вот это примерно, да. Спасибо, а можно вот меня мучает вопрос женский, а женщины что делали, и вообще, вот, их роль, за каждым мужчиной, мужчиной стоит женщина, чем они занимались, где они получали обучение, как они влияли, кто в ешивах убирал, и кто готовил, вот этот весь процесс, где они, как они детей обучали. Да, это, это вопрос, вопрос очень, вопрос очень хороший, это отдельная, скажем, тема, да, я бы сказал так, да, что, скажем, сыновья Израиля, евреи, как хотите, да, мы не свободны от окружающего мира, да, если, скажем, в мире нету радио, то и для нас нету радио, нету телеграфа, и для нас нету телеграфа, если никто не летает в космос, мы тоже не можем посмотреть глазами из космоса, или, по крайней мере, послушать чей-то рассказ, как выглядит земля из космоса, также, также и в плане общества, мы не свободны от окружающего нас общества, что я хочу сказать, да, следующая фраза, которую я бы хотел сказать, да, что развитие общества определяется не только техническим прогрессом, развитие общества определяется отношением к женщине, и, безусловно, в древнем мире отношение к женщине, оно было, ну, так, глядя сегодняшнего мира, можно сказать, просто неприемлемым, часто женщины рассматривали как предмет, как вещь, как товар, вот, ну, следующий этап, скажем, да, хорошо относились к женщине, но не видели никакой ее совершенно роли в возможности ее влияния на общество и недооценивали ее влияние на детей, воспитание, воспитание детей, да, Авраам, наш проотец, он начинал совсем не с того, да, Авраам, наш проотец, он заложил, как бы, новые принципы общества, и мы видим, что люди, с которыми он передвигается, они не называются его рабами, они называются души, которые он сделал, да, как бы, приобрел души, вот, может быть, Леавдель в этом какой-то, может быть, аллюзия на христианство в более позднее время, но это Бог с ним, да, вот, у него нету рабов, да, его отношение к своим слугам, скажем, или ученикам, это не такое отношение, как к рабам, ни в коем случае, но уважение к каждому человеку, и у него есть свои совершенно особые, непонятные для древнего мира свои особые отношения с Сарой, да, вот это мы можем увидеть, и он закладывает, Авраам не только проходит по миру и провозглашает имя Всевышнего, мы понимаем, что он проглашает, что человек создан по образу и подобию, и закладывает совершенно другие принципы отношений между людьми в обществе, да, но тем не менее, тем не менее, дальше общество развивается, так как оно развивается, вот, иногда проходит тысячи лет для того, чтобы какое-то учение начало как бы слышаться, как бы как эхо отдаваться среди людей, вот, и мы, как еврейский народ, мы не свободны от этого влияния, и наши отношения к женщине, к женщине во многом диктовалось той средой, в которой мы, в той средой, в которой мы жили, и на сегодняшний день претерпело много, много изменений, да, вот, скажем, в, в нашей истории было, скажем, целый ряд выдающихся женщин, без которых невозможно представить нашу историю, это не только руд, да, это и Брурия, жена Раби Мейра, которая считается одной из Тана, из учителей, обладавшиеся, обладавшиеся выдающими способностями, и обсуждавшие проблемы галактические среди мудрецов, да, есть, и так далее, есть еще целый ряд женщин в нашей, в нашей истории, вот, и мы знаем о том, что, скажем, в нашей истории также в средине 19 века, может быть, даже во второй половине 19 века произошла женская революция, когда как бы движение началось снизу, не со стороны Рабинов, а началось снизу, и отношение к женскому образованию изменилось. В Шухана Рухи мы с вами найдем странную фразу для нашего времени, странную фразу он выписывает из Гемары, на мой взгляд, беря совершенно неверном как бы ракурсе высказывания из Гемары, все это можно обсудить, что тот, кто учит женщину Тори, учит ее глупости, это восстановление Шухана Рухи, многие придерживаются этого буквально, я видел это и сегодня, хотя общая тенденция, конечно, давать женщине, давать женщинам образование. То, что было, что было в эпоху Гаона, в эпоху Танаев, мне трудно себе представить, я только могу сказать, опять же, вернуться к тому, что общество влияет, и, скажем, у Рамбама, Маймонида, который жил в мусульманском мире, мы можем найти восстановление, что женщине не стоит выходить из дома чаще одного раза в месяц, допустим. Но есть еще другие постановления относительно женщины, которые невозможно считать общей галахой, применимой для нашего времени, однако Рамбам это таким образом постанавливает. То есть, я бы сказал так, что какие бы отношения к женщине не были, они были, безусловно, уважительные, жен ценили и любили. Если говорить не били, безусловно, как это разрешается в Коране, разрешается бить женщину, безусловно, женщин никто не бил. То, что касается понимания их роли в воспитании детей и их роли в обществе, я думаю, что это во многом осталось недооцененным, да, вот, или, по крайней мере, не нашло такого явного явного отражения в Талмуде. Вот это точно я могу сказать, но в любом случае, опять же, отношение к женщине, оно не является каким-то, скажем так, как это постановление Рамбам, оно не является никаким-то железным правилом Торы, оно является взглядом на вещи в то время, в той среде, в которой жил Рамбам. И сегодня общество меняется, и нужно надеяться, что, я не говорю о равноправии, я говорю о возможности использовать способности, таланты, которые есть у женщин, безусловно, 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 и вот нужно надеяться, что общество будет двигаться в этом направлении, без всякого феминизма, а просто как реальный и взгляд на вещи, думаю, что, полагаю, что правильный взгляд на вещи, что для женщин должны быть возможности и учить Тору, и быть раввинами, да, вот многие, у многих волосы дымом встают, когда говорят, что женщина раввин, да, в Гемаре обсуждается вопрос, по крайней мере, есть одно из мнений, что женщина может быть судьею, да, судьей, раввином, пожалуйста, вот, можем это с вами посмотреть через такой комментарий, как Турат Мима и так далее, все эти вопросы открыты для сегодняшнего еврейского общества, которое претерпевает колоссальные изменения, я имею в виду религиозное общество и взгляд на вещи, можем о них, можем о них также поговорить в дальнейшем, да, вот, единственное, что я могу сказать, да, что общество было таким, каким оно было, еврейское общество, безусловно, не предполагало никакой жестокости и унижения женщины, не предполагало торговли женщинами, да, безусловно, вот, если говорить о, не о том, чтобы оценить способности женщины, да, и дать ей возможность влиять на общество и что-то делать и развиваться, думаю, что это было, мягко говоря, далеко не всегда, да, вот, как можно представить себе, да, вот, женского образования как такового не существовало и опять же не существовало и в период второго храма и после, и опять же в этом можно видеть только определенные жизненные условия, но не какое-то категоричное постановление в Торе есть, что у Ханарух написал таким образом есть о чем поговорить, я готов об этом разговаривать, готов взять Гемару и проследить все корни этого высказания, да. Спасибо, Равзиев, это очень интересно то, что вы предложили. Я, жизнь предлагает, я-то что, как бы, да, вот, я считаю, что жизнь самая, самая, самый главный галактический авторитет и самый главный пророк это жизнь, да, вот, так, хорошо, ну, есть что-то, что еще спросить, вот, я думаю, что нам надо закругляться, да, остальное мы с вами как бы попробуем в, во время вне классной работы, так сказать, очень прошу всех принимать участие в, в ответе на вопросы, я стал задавать совершенно легкие вопросы на повторение, но, как ни странно, вижу очень интересные ответы, да, казалось бы, вопрос простой, ответ должен быть простой, но ответы бывают очень интересные, я стараюсь с ними соотноситься, вот, так что, прошу очень всех принимать участие в этой работе, опять же, я вас уверяю, что мы с вами делаем важное, важное дело, очень важное дело, стараемся выйти с такого простого житейского уровня понимания иудаизма и прийти к такому уровню, который позволяет нам видеть вещи широко, объемно и передвигаться по жизни, да, вот, ладно, хорошо, всем большое спасибо за внимание, да, всего доброго, я отключаюсь тогда, всего доброго, спасибо.